Девчонки, всем привет! Что я ем за день? Это был один из самых запрашиваемых роликов. Самой было очень интересно снять свое обжорство. Итак, утро. Утро я начинаю всегда не с одного, а с двух стаканов воды. У меня такая особенность организма, я даже по врачам ходила, у меня организм очень быстро засаливается. И от этого начинаются проблемы, похожие, ну скажем так, на цистит. В общем, приятного мало, поэтому вода это просто мое все. Я наливаю себе 2 стакана, ну я для видео показала 2 стакана, так я наливаю в один и просто сначала выпиваю один на кухне, добавляю туда лимонный сок, а со вторым стаканом уже иду в кровати, там проверяю почту и, в общем, выпиваю его через соломинку. Завтрак, это, конечно, тоже моя любимая песня. Я сейчас себя все-таки наконец-то приучила питаться очень объемно и правильно на завтрак, а в течение дня стараться сокращать порции. На завтрак я люблю съесть что-нибудь белковое или кашу, ну вот сегодня был такой белковый день, поэтому я взяла замороженную зеленую фасоль. Я вообще очень люблю фасоль и такие замороженные продукты, они очень быстро спасают такую ленивую хозяйку. Бросила на сковородку и вперед. Значит, так, что у нас там было-то, господи, как она? Фасоль. Фасоль разогревается на сковородке, я в это время смешиваю два яйца и молоко, взбиваю все это дело. Фасоль у меня на такой достаточно горячей температуре поджигалась. Я это заливаю все, уменьшаю температуру и оставляю, в общем, томиться мой омлет. Конечно же, кофе. Кофе я люблю, я его пью с молоком. Я не знаю, говорят, что взрослым людям не нужно пить много молока, но я очень люблю, особенно с корицей. Здесь такой просто, не знаю, такой супер-лакшери завтрак. Честно, девчонки, я очень люблю красную икру. Вот, ну, есть во мне такое стремление к роскошству, поэтому раз в две недельки покупаю себе баночку и съедаю. В общем, примерно так выглядит мой завтрак. Как вы видите, он достаточно объемный, но, в принципе, если посмотреть по калориям, он не такой уж и страшный. То есть, все без сахара, белок. Ну, вот, может быть, хлеб немножко вредный, но, с другой стороны, хлеб кушать все-таки тоже нужно. Что касается веса, меня постоянно бомбит. То я за бодипозитив, то я стремлюсь сбросить 5 лишних килограмм. В общем, как все лентяи, я всегда ищу легкие пути. Поэтому решила попробовать средство модель форм, которое мне прислали на пробу. Поэтому во время завтрака, то есть в первой половине дня, я принимаю одну капсулу и запиваю стаканом воды. Мне очень понравилось, что модель форм полностью натуральный состав, без побочных эффектов. А также мне понравилось то, что они созданы для разного возраста. То есть, они воздействуют на особенные причины набора веса при определенном возрасте. Для себя я выбрала модель форм 18+, так как мне еще нет 30 лет, в составе которого только натуральные компоненты, регулирующие аппетит. Он активизирует обмен веществ и самое главное, он снижает тягу к мучному и сладкому. Потому что вообще это моя главная беда, без быстрых углеводов мне крайне тяжко. Еще есть модель форм 30+, для девушек от 30 до 40. Это как раз для меня через парочку лет. А для мамы я выбрала модель форм 40+. Было бы очень здорово, чтобы она к Новому году стала еще чуточку красивее. А вообще она у меня огромная любительница покушать, девиза ее жизни, чтобы такого съесть, чтобы похудеть. В этом возрасте у женщин потихоньку начинает затухать женский гормональный фон. И даже несмотря на внимательное отношение к своему рациону, женщины потихонечку начинают прибавлять в весе. Так как недостаток женских гормонов организм пытается компенсировать за счет жировой ткани. Поэтому помимо компонентов, воздействующих на обмен веществ, модель форм 40+, еще содержатся фитоэстрогены. Которые как раз регулируют уровень женских гормонов. Поэтому приятным бонусом станет регулирование первых проявлений таких звоночков, менопаузы. Это приливы, нервозность. И вообще в целом женщины становятся спокойнее и уравновешеннее. Обед у меня бывает крайне разный. Иногда это какие-то там крупы с мясом. Но сегодня мне захотелось поесть салат. Я не знаю почему, но вот обожаю свеклу. Единственное, что я достаточно плохая хозяйка, я покупаю готовую вареную свеклу. Вы знаете, это стоит чуть дороже, чем просто свекла. Но зато у тебя на 2 часа ничего не кипит. Не нужно за этим следить, и свекла очень вкусная. В общем, я беру рукколу, нарезаю ее, потому что не люблю длинную рукколу. Беру половинку моцареллы, тоже ее нарезаю. Нарезаю свеклу кубиками. И получается вот такой вот салат. Что самое интересное, он достаточно плотно ложится на желудок. И я с него очень хорошо наедаюсь. Еще я его посыпаю семечками. Обычно я люблю тыквенные. Но тут тыквенных не было в магазине. Купила такие. Наверное, получается где-то пол ложки оливкового масла. И этот, господи, черный соус. Как же он называется-то? Бальзамический соус. Мне кажется, я с этим соусом могу есть все. И мороженое, и чай, и пирожное. Я его добавляю просто везде и всегда. Это моя любовь на всю жизнь. Ну и также я налила себе чашечку куриного бульона. На ужин я стараюсь есть поменьше, но не получается. Приходит Руслан, и мы начинаем с ним просто есть, как и ненормально. Это, конечно, ужас. Но в этот раз у меня ужин тоже такой относительно нормальный. Я сделала примерно такой же салат, только добавила туда еще китайского салата. И вареная курица, из которой я, в принципе, варила бульон. Вот ничего такого сложного. Абсолютно обычный ужин. В принципе, даже достаточно легкий. Конечно же, нужно по чаевнищить после ужина. Я знаю, что пить после еды не очень правильно. Но я все равно это делаю и не могу остановиться. Вы, наверное, подумали, что я супер правильная как бы. Но, естественно, с чаем начинаются пирожные. Вот, например, в этот раз я съела два пирожных безе. Я за безе просто могу убить. Особенно, когда внутри оно такое мокренькое. Это просто моя любовь на всю жизнь. Обожаю, обожаю торт-полет. Это мое. Перед сном я выпиваю стакан воды. Честно, многие говорят, что пить перед сном не нужно. Но я пью. Я лучше один раз проснусь ночью и схожу в туалет, чем я с утра опять буду обезвоженная. Поэтому, ну вот не знаю, у меня уж такая традиция. Поэтому перед сном наливаю себе стакан воды и выпиваю его. Вот, в принципе, все, что я ем за день. Я надеюсь, что вам было интересно. Большое вам спасибо за просмотр. И, конечно же, увидимся в следующих роликах. Буду рада вас видеть на моем канале. Пока-пока.